На телеканале Юганск новости. Здравствуйте! В студии Нановикова и в начале коротко об основных событиях вторника. Собирая автомобиль, я почувствовал, что молодежи нужна причастность. Они чувствуют себя нужными. Победа одна на всех. Участники Егорского автопробега сегодня приехали в Нефтьюганск. Наша съемочная группа не смогла остаться в стороне от такого важного и в то же время простого поступка. Помочь ветерану реальным делом. Школьники засучили рукава и взяли лопаты. Человек, который грамотно говорит, он прежде всего показывает, что он умный. Убогий язык социальных сетей и молодежный сленг. Нужна ли сегодня языковая грамотность? Легендарная победа. Нефтьюганск посетила медиа-экспедиция «Победа одна на всех». Участники автопробега прибыли на двух советских легковых автомобилях. Югорский проект стартовал 2 сентября в Белоярском, а сегодня добрался и до нашего города. Прокатиться на известном ретро-мобиле удалось и нашей съемочной группе. Маэстро и Белоснежная. Легендарные победы по заводскому названию ГАЗ-М20. Серийный выпуск легковых автомобилей начался в 1946 году. Спустя несколько лет первая советская победа использовалась даже в качестве такси. Со 2 сентября этого года по всему округу проезжают два ретро-мобиля. В Октябрьском районе были в Нягоне, Югорск, Советский, Урай, Кандинский район, Тантемансийск. Вчера были в Лемпино, Бойковский, теперь УАЗ. Шильдик – так называемая паспортная табличка автомобиля на победе в виде буквы «М» и парящей чайки. Это своеобразный символ реки Волга и обозначение автозавода имени Молотова, где создавалась первая легковая машина с несущим кузовом. Свой ретро-мобиль с символичным госномером Игорь купил в Верхней Пышме. Этой победе уже 60 лет. Мне пришлось полностью перекрасить, отреставрировать двигатель, отреставрировать пластик, который внутри, обшивку, купить новые колеса. Вы знаете, еще можно найти много деталей. И благодаря этим автопробегам у нас в каждом городе герои есть свои друзья. Весной этого года медиа-экспедиция «Победа одна на всех» побывала в городах-героях России и добралась даже до Берлина. Во время путешествия группа патриотов собирала истории времен Великой Отечественной из первых уст. Сейчас участники автопробега делятся своими эмоциями и впечатлениями с югорской молодежью. Важно в первую очередь довести до молодежи. Довести еще раз, потому что сегодня молодежь открыта. Открыта она... Вы знаете, я вот собирая автомобили, я почувствовал, что молодежи нужна причастность. Они чувствуют себя нужными. И вот когда они это почувствовали, они заработали. В каждом уголке нашей страны, где во время войны проливалась кровь советских солдат, участники автопробега собирали священную землю. Сейчас ребята поместили ее в капсулы, одну из которых вручили Нефтьюганскому совету ветеранов. Вы, ребята, правильно делаете. Надо вести эту работу. То, что делаете, это великое-великое дело. Проект «Победа одна на всех» инициировали молодежный парламент, Дума Югры и партия «Единая Россия». За 10 дней участники автопробега побывают в 23 муниципальных образованиях. Финишируют активисты 12 сентября в Когалыме. Однако на этом инициативная группа не закончит свое существование. За время путешествий участников родились новые идеи. Кристина Кочерова, Алексей Фоминцев, телерадиокомпания «Юганск». Сегодня отмечается Международный день грамотности. Впервые он был проведен в 1966 году по инициативе Всемирной конференции министров образования по Ликбезу. По данным ЮНЕСКО, сейчас в мире проживает 757 миллионов взрослых, которые не умеют читать или писать простые предложения. В честь праздника нефтьюганские волонтеры присоединились ко всероссийской акции «Читающий автобус». Молодежь декламировала стихи на городских маршрутах. Верните уважение в народ и почитание старших. Верните то, что я люблю. Улыбок самым младшим. Лозунг всероссийской акции «Мы объявляем моду на чтение». Сделать это решили нефтьюганские школьники. На двух городских маршрутах волонтеры исполнили стихи отечественных авторов на тему дружбы, детства, мира и патриотизма. Задача молодежи – пробудить в сердцах детей и взрослых любовь к чтению и выразительной декламации поэтических произведений. Примечательно, что мероприятие провели именно в Международный день грамотности. Акция призвана позиционировать год литературы. Последняя книга была «Летучий корабль. Братья Гримм». Тебе понравилось? Очень. Молодец. Читай почаще. Спасибо. Как горожане оценивают уровень грамотности в стране и в мире? И вообще, модно ли сегодня быть грамотным? Об этом в рубрике «Юганск говорит». Человек, который грамотно говорит, он прежде всего показывает, что он умный. И, как мы помним, из классиков самый известный у нас, один из самых известных – это Пушкин. И пушкинская речь является эталонной. Грамотность, она всегда важна везде. И в работе, и в общении с людьми. С ребенком я общаюсь грамотно, стараюсь общаться, обучить ее, чтобы она правильно говорила слова, правильно запоминала слова. Тот грамотный, тот лучше себя чувствует в жизни, увереннее. Когда я общаюсь с своими друзьями, это какой-то симбиоз сленгов и каких-то поправок, например, одеть, надеть. Мы постоянно друг друга поправляем, вот что-то спрашиваем. Для меня грамотным – это быть круто, модно, потому что, когда ты разговариваешь на нормальном языке, ты уже выделяешься из толпы. Я считаю, что, чтобы стать более грамотным человеком, это в первую очередь нужно интересоваться нормами русского языка, ведь он меняется очень стремительно, и читать. Это безграмотно никак нельзя. Сейчас время такое. За каждое слово надо отвечать, надо грамотно излагать свои мысли, надо грамотно выражаться. Пожилой нефтеюганец задержан полицией за сексуальные притязания по отношению к своей 9-летней соседке. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в августе 2015 года девочка подверглась домогательствам сексуального характера со стороны пожилого мужчины, живущего по соседству. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Психолога-психиатрические экспертизы пройдут оба, и подозреваемые, и потерпевшие. Если мужчину признают вменяемым и виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Преступление относится к категории особо тяжких, оно стоит на особом контроле, в том числе у председателя Следственного комитета России. И в отношении обвиняемого теперь уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. То есть человек будет содержаться под стражей, несмотря на возраст, какие-то физические его заболевания. 8 сентября – День финансиста. В этот день, 213 лет назад, в России впервые было учреждено Министерство финансов. Региональные структуры созданы значительно позднее, но и они уже накопили солидный опыт. Как будет пополняться городская казна и насколько рационально и бережно расходоваться в Нефтьюганске во многом зависит от Департамента финансов. Специалистам, которые здесь трудятся, необходимо верно оценить экономическую ситуацию и учесть все тенденции. О том, что в Нефтьюганске трудятся высококлассные финансисты, говорит хотя бы тот факт, что наш город недавно получил второе место среди муниципалитетов Югры по организации и осуществлению бюджетного процесса. За высокий уровень управления финансами город рассчитывает на грантовую поддержку. Субсидия, разумеется, пойдет на развитие Нефтьюганска. Кстати, в пятницу в Департаменте финансов городской администрации пройдет День открытых дверей. Тимур и его команда, ученики 14-й школы, возрождают популярные в советские годы движения. Сегодня нефтьюганские тимуровцы помогли в сборе урожая ветерану Великой Отечественной. К благородному делу присоединилась и наша съемочная группа. Ну, ребята, как оно понравилось копать картошку? Молодцы! Павел Иванович Куршаков ушел на фронт, когда ему было 18. Вырос ветеран в Башкирии, на плодородной земле. Там и научился пахать, сеять и собирать урожай. Бывший пехотинец признается, хоть трудности и закалили характер, возраст и проблемы со здоровьем дают о себе знать. Поэтому помощь по хозяйству герою как никогда необходима. На каждый праздник приходят с 14-й школы. Уборку делают, все, пусор убежают. Волонтерское движение зародилось в 14-й школе со дня ее основания. Почти 20 лет подряд ученики совместно с педагогами навещают ветерана и помогают ему в домашней работе. Раньше это называлось пионерская организация, тимуровская работа. Теперь это называются полезные и добрые дела, социальные проекты. А суть одна – важная, нужная людям. Для 15-летней Саши ветеран уже стал родным человеком. Девочка впервые навестила Павла Ивановича, когда училась в третьем классе. Теперь практически все ее выходные проходят здесь, на участке в 8 соток. Помогаем, убираемся. Ну, когда надо, в магазин сходим, мусор выкинем, уберемся по дому. Ну, в огороде у них вот тут. Не будем забывать, что ветераны вложили огромный вклад в нашу страну. И если бы этого вклада не было, то, мне кажется, наша страна давно уже не называлась Россией. И наше будущее не было бы таким чистым и светлым. Собрав три ведра картошки, школьники приготовили для ветерана множество лакомых угощений. Сегодня эти ребята сделали доброе дело, которое давно для них стало обыденным и нормальным. Наша съемочная группа не смогла остаться в стороне от такого важного и в то же время простого поступка. Мы решили на собственном примере доказать, что благодарность тем, кто отдал свои жизни ради мира на земле, может выражаться не только в красивых словах. Елена Волкова, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск». Лучшие учителя России получат к празднику по 200 тысяч рублей. Этой премией удостоены тысячи самых перспективных педагогов страны. 11 из них живут и работают в Югре. Директора и завучи, которые не ведут уроков, претендовать на столь высокое поощрение не могли. По условиям конкурса учитель должен проработать в школе не меньше трех лет и быть основным сотрудником, а не совместителем. Среди других требований к соискателям – собственные методические разработки по предмету, высокие результаты учеников, успехи во внеурочной деятельности и активная гражданская позиция. Также от педагога требуется умение работать с разными группами детей – и с одаренными, и с ограниченными возможностями здоровья. Нефтьюганские лучшими стали два преподавателя – второй и девятый школ. По традиции вручение президентской, а также региональной премии состоится в День учителя. На этом все. Узнавайте о событиях города в программе «Сейчас» в Нефтьюганске и делайте новости вместе с нами. Наш телефон прежний 237747. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok